Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, о котором вы всегда сможете найти свежие обзоры на всё, что в игре появляется, выходит на продажу и абсолютно честное мнение по поводу всего, что на продажу разработчики выставили. Ни от кого ничего не скрываю, ничего не приукрашаю и никогда, ни в коем случае не порекомендую вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. На продажу вышла Chimera в наборе SM4U, две восьмерки по обычной нормальной цене для этих машин. То есть само предложение за 13,5 тысяч голды в виде наборчика это ничего уникального, это просто нормальная объективная цена за две машины. И это действительно факт, то есть дешевле вы их в таком случае не покупаете. В отношении приобретения по отдельности сейчас обсудим в отношении самого набора. Ничем разработчики дополнительным не порадовали, просто обычный набор. Две машины, два легендарных внешних вида, открытое оборудование на них и иксы на каждую из тачек. Иксы сможете действительно неплохо реализовать на Chimera в отношении M4, кому как повезёт в зависимости от того, насколько машина вам зайдёт и насколько она нормально ляжет в вашу руку, потому что там есть нюансы. В отношении легендарных внешних видов. У меня Chimera Phantom, и я любитель старины, любитель классики, поэтому Phantom она у меня и остаётся, и за вот этим легендарным внешним видом я не гоняюсь. Что-то прикольное и интересное в нём безусловно есть. Моё скромное мнение, вот этот хвост здесь абсолютно лишний. А так в целом машина смотрится довольно агрессивно и точно так же агрессивно играется. Поэтому в целом можно сказать, что лайкосик за внешний вид, если у вас нет легендарного внешнего вида на Chimera, завалявшегося где-то у вас в закромах, получив его из какого-нибудь контейнера или из какого-то игрового события. В отношении легендарного внешнего вида на M4, ну ничего, ничего такого. Да, тут навертели, накрутили, намудрили, но на меня, честно говоря, впечатления не производит абсолютно никакого. И то, что у меня нет этого легендарного внешнего вида на танке, меня абсолютно не смущает и не расстраивает. Не тот внешний вид, за которым я бы, допустим, гонялся. Короче говоря, просто обычная цена за две восьмерки вполне себе приемлема. Если, конечно, M4 вам подойдет. В отношении приобретения по отдельности, стоит отметить, что Chimera постоянно меняется в цене. Я помню на нее ценники в голом состоянии и в 10 тысяч, и в 8 тысяч. Сейчас 8,5 с открытым всем оборудованием. В целом, если вы хотели Chimera, то 8,5 окей, хорошо, можно брать. В конце концов, это не 9 и так далее. Но это максимально граничная потолковая цена на данную машину. Объективно, на сегодняшний день танчик стоит где-то 7,5 тысяч голды. Разработчики все так же пытаются продолжать Chimera держать на каком-то высоком уровне, показывая игрокам, что, блин, машина стоящая. Ну и, соответственно, стоит заплатить за нее немножко больше, нежели за другие восьмерки, особенно средние танки на восьмом уровне. В отношении М4, выкачу его из ангара в другом видео, в следующем, которое выйдет на канале уже в ближайшее время. В этом выкатим Chimera, и М4 не производит на меня абсолютно никакого впечатления. Да, здесь есть броня, и эта броня довольно неплохо играется. Но самым большим минусом лично для меня является то, что, несмотря на то, что этот танк обладает орудием с барабаном, он не играется как барабанный танк. К чему мы привыкли? Что в нашей игре мы выехали, опустошили барабан за несколько секунд. То есть, как правило, мы привыкаем к тому, что время перезарядки барабана, это где-то от 2,5 секунд до 3,5 в зависимости от танка. И вот, когда вы выехали за несколько секунд, дали несколько тысяч, а, возможно, нескольких соперников добрали, вы уходите на перезарядку барабана, ну и, соответственно, понимаете, за что вы платите. Вы платите за возможность выехать и еще раз дать несколько тычек буквально за пару секунд. Но здесь эта история не работает, потому что, несмотря на то, что у вас есть 4 снаряда и 310 единиц альфы за каждый выстрел, вы действительно с барабана можете сделать крутой результат в районе 1200 среднего урона. Но при этом всем, ребят, когда вы реализуете эти 4 снаряда, и, возможно, реализуете не все, вы уходите на перезарядку на целых 13,8 секунды. 14 секунд ожидания для того, чтобы выехать и опять накидывать. Но накидываешь при этом всем ты, как на обычном цикле, потому что здесь, ребят, 7 секунд перезарядка между снарядами. Играется приблизительно как на ИСе 3-м защитнике. И меня это очень сильно угнетает. Мне не нравятся такие барабаны. И я считаю, что это не барабан. Это просто цикличное орудие с 310 единиц альфы, которые вы потом еще и должны, ну, окупить, скажем так, своим временем перезарядки всего магазина. Приятный угол склонения орудия вниз. Минус 8. Это факт. Достаточное пробитие в 229. И в целом, ребят, играется, я бы сказал, не сильно весело и не сильно интересно. Поэтому, если вы хотите написать в комментариях в отношении того, что нет, машина классная, я на ней постоянно играю, напишите сразу. А есть ли у вас другие танки тяжелые 8-го уровня, чтобы понимать, с чем конкретно вы сравниваете. Потому что я больше чем уверен, что у тех игроков, у которых есть М4, но при этом присутствуют в ангаре, допустим, та же самая Акула, или тот же самый Акшен Икс, или если мы говорим с вами о барабанах, то Т-77, я больше чем уверен, что в преобладающем большинстве случаев эти игроки в основном играют не на М4. На М4 играют в основном те, у которых больше, в принципе, ничего толкового нет. Это мое скромное мнение. Если вы хотите его оспорить, пишите обязательно об этом в комментариях. Ну а сейчас заценим Химеру. Как я говорил, М4 выкатим в следующем видео. В отношении Химеры, я думаю, объяснять много не надо. Здесь есть броня, да, не имбовая, но танкует, уж точно танкует очень часто против себе подобных средних танков, легкие танки. В отношении ПТ-шек и тяжей, я бы сказал, танкует гораздо чаще, нежели другие танки средние на восьмом левеле. В отношении орудия. Классное, приятное орудие. Мне не хватает в Химере только подвижности. Время перезарядки 13 секунд. Покажется, что много. Но, ребят, за эти 13 секунд отдыха вы получаете возможность накинуть 440 единиц среднего, и это средний танк, ребят. Пробития 218, может быть, и не хватает, но все-таки время перезарядки дороже, поэтому установлено оборудование на досылатель. В отношении ДПМа, не такой уж и высокий, 2000, но вполне себе реализуем. Минус 10 играется мега комфортно, и это действительно факт. Ну что, ребят, берем Химеру и поехали, посмотрим, на что она на сегодняшний день способна. Хотя, я думаю, что способна на многое. Ну что, ребят, давайте попытаемся затестить, хотя мне кажется, что Химера в отдельном представлении не нуждается. По моему скромному мнению, Химера это такой себе абсолютно нестандартный средний танк, у которого все объяснимо. О чем говорю? Говорю о том, что, ожидая от Химеры стандартного геймплея на среднем танке, вы его не получите. То есть, здесь нет приемлемой и хорошей скорострельности, при этом всем высокого ДПМа и нормальной подвижности. Здесь, ребят, полный нестандарт. Здесь время перезарядки больше, нежели у многих тяжелых танков на восьмом уровне. При этом всем танчик обладает средней подвижностью, то есть, он не летит вперед, но и задних не пасет. У него есть броня, что не свойственно большинству средних танков. При этом всем вы имеете очень точное орудие, которое вполне себе бодро сводится. Короче говоря, полный нестандарт. Ну, а в отношении того, что этот танчик действительно хорош, это действительно правда. Дело в том, что Химера, по моему скромному мнению, входит в топ-3 средних танков, которые необходимо иметь в своем ангаре, для того, чтобы закрыть для себя, ну, как минимум на 90% все возможные ваши пожелания в отношении игры в том или ином бою или в то или иное время. Хотите вы какого-то спокойного геймплея, берите Химеру и в целом на Химере сможете этот геймплей получить. Потому что на ней, как правило, никуда не торопишься и врываешься в какой-нибудь замес тогда, когда уже понимаешь, что действительно пришло время. Если вдруг тебе не хочется вот такого спокойного геймплея, а хочется, не знаю, какого-нибудь экшена, ну, тогда берешь себе, не знаю, ту же самую Проджету 46, либо того же самого Центуриона. Танчики все эти обладают абсолютно разным геймплеем, ну и, соответственно, вы получаете абсолютно разные ощущения от боев, в которых вы присутствуете. Поэтому я лично считаю, что для закрытия потребностей СТ-водов достаточно, по большому счету, трех машин. Все остальное это идет добавочное. Вот прям когда эти три тачки вы в ангар себе поставили, тогда вы уже начинаете наполнять ангар всякого рода излишествами. А вот Химера однозначно мастхэв. Чем мне нравится Химера? Она спокойная, она абсолютно предсказуемая, она абсолютно понятная, понятная до безобразия. Ты уходишь на перезарядку, потом выкатываешься, ну и, соответственно, помогаешь своему союзнику. Помогаешь союзнику добирать кого-то, помогаешь накидывать урон, причем 440 единиц среднего урона. Это действительно очень круто для среднего танка. Ну и, соответственно, потом уходишь опять на перезарядку. Привет, Торнваген! Повезло тебе, повезло тебе, братишка. Ладно, поехали чуть ближе. Сейчас попытаемся как-то вот так вот сделать, для того, чтобы нас не добрали, просто потому что продолжал перезаряжаться. Два фрага, абсолютно незаметно. При этом всем сделал неплохой вклад в победу. Да, пускай я не лидер. Не лидер по нанесенному урону, хотя химера потенциально способна, и многие игроки могут ее реализовать в виде танка, на котором можно входить не только в топ-3 по урону, по результатам боя, но и занимать лидирующие места. Абсолютно незаметно накидываю практически 2000 единиц урона. Как я говорил, делаю два фрага, и получаю знак классности третьей степени. На химере получить мастера действительно очень сложно, потому что тачка действительно очень много могет. Нет, не так, может. Может, и не только может, но и позволяет вам действительно этого достичь. В отношении моей результативности, как я говорил, не король данного боя, но поверьте мне, на химере вывозить за бой 2500 единиц урона вы будете абсолютно незаметно. Ну а в отношении того, чтобы делать больше, для вас это тоже, как правило, сложностью не будет. Особенно, если вы играете с компьютером. В отношении сенсорника, ну, я бы не сказал, что прям настолько же комфортно, но в целом тоже неплохо реализуемо, за что химеру в целом многие и любят. Химера действительно классные танки, действительно должна присутствовать в ангаре любого танкиста. По какой цене и каким образом она вам достанется, здесь уже определяться вам самостоятельно. Я не делаю рекламу у химере по одной простой причине, потому что химера в рекламе однозначно не нуждается. И навряд ли найдется кто-нибудь из зрителей, кто в комментариях напишет, что я так лестно отзываюсь о данной машине, потому что ВГ мне проплатили, и я работаю на них. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, и буду выкатывать М4. Хотите это не пропустить? Хотите слышать честное мнение по поводу танков? Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!